странный пластик педеста класс всем привет вы на канале белорус чай на меня зовут саша посылок до хрена все здоровые ну подборочка такая получается есть еще много мелких подписывайтесь на канал ставьте колокольчик скоро будет новое видео сейчас я все это убираю и мы начинаем я даже не знаю с чего начать все хочется посмотреть реально все кроме одной посылки все будет интересное ну мне так кажется по крайней мере так давайте начнем с халявы вот эту вещь не заслали на обзор попросили оценить по достоинству как же можно отказаться сейчас все это проверим я думаю вы эти бутылки уже видели фирма зори люди говорят что качество неплохое но сейчас я оценю их сам так первая бутылка 500 миллилитров и вторая бутылочка у нас на 1000 миллилитров больше бонусов никаких не кинули нет спасибо и на этом так поехали упаковывать достаточно неплохо ну коробки конечно слегка помялись но кто же выдержит почту россии белоруссии стран бывшего ссср так и здесь у нас я не буду притворяться говорить что о я не знаю что там внутри лежит еще ершик я это знаю я это видел мне об этом сказали написали я потом видел это на обзорах так буклетик вот такая здоровенная бутылка бляха литр жесть ребята это литр имеются деление соточка 200 300 600 700 800 1000 резиновая или силикона я не знаю блин короче рей прорезиненная вот такая штука по центру для того чтобы удобно было держать рукой имеется фильтр для фруктов в общем фрукты закинули у вас лимонная водичка и вам не попадает никакой осадок в рот вот такой вот ершик для того чтобы помыть бутылку изнутри было удобно и так здесь клапанок есть же блях вот этот замок конечно я видел как его открывают потянуть вниз и нажать как-то наоборот вверх потянуть и нажать здесь имеются силиконовые две заглушки для того чтобы не было никакой утечки пружина мощная да прикольно откидывает серьезно защелкивается и внутри еще в пакете также две силиконовые эти проставочки есть плюс есть силикогель чтобы влага не собиралась ну смысла в нем не вижу ну да ладно он есть вот такой ремешок то есть его можно подвесить я думаю литр выдержит колечко прочная вы знаете прикольно я покупал малому бутылку для воды давновато нужно полгода может год назад не помню давно запаха вообще никакого постороннего нет есть какой-то логотип орел вроде бы орел классно матовая такая пластмасс к вроде бы пластик пищевой там даже они заявляют что он какой-то там супер там гипераллергенный или что-то вроде это если вам интересно ссылка по любому будет в описании переходим смотрим выбираем у них очень большой выбор разных бутылок при причем у них есть размерная сетка от полулитра до литра по моим там что-то 500 700 900 литр как-то так ну это более точно вы сможете увидеть перейдя по ссылке и давайте посмотрим еще вот эту болин пол литровенькую я думаю она будет точно такая же но посмотреть то все равно надо тоже буклетик в подарок точно также сеточка идет ершик причем я не знаю по размеру такой же ли не такое не обратил внимание и запасные он и вижу заглушечки лежат а вот это уже отличается если здесь явная какая-то резина ну такая антискользящая то в этой она ну чуть по-другому сделано то есть вот этот вот материал именно вот этот отличается на ощупь приятные если здесь рука слегка цепляется то здесь более скользкая цвет я выбрал одинаковые меня устраивает вот такой серенький красиво выглядит а внизу еще есть какие-то три отверстия так понимаю здесь может попасть влага когда вы моете бутылку и из этих отверстий она будет вытекать брав и бла-бла-бла пластик педеста abs странный пластик педеста ну крышки не взаимозаменяемые то есть горло в этой узкая в этой уже здоровенная и точно так же в этой маленькой крышке логотип зори тоже есть точно также отпрыгивает отщелкивается имеются две силиконовые заглушки сейчас еще это с водичкой за тысячу льется не льется и думаю отработал рекламку как вы думаете напишите в комментариях в общем бутылки течи не дают вообще силиконовые прокладки выполняют свою работу на ура открываем одну вторую оказывается вода в них действительно есть нигде ни малейшего ни подтека ни протека ничего нет воды полную ссылка будет в описании самая беспонтовая посылка из этой распаковки короче screen protector аксессори я так понимаю здесь будет находиться вот виднеются наклейки скорее всего будут салфетки для протирки и здесь находится то ли одно то ли 22 стекла защитных для как же этот бронированный телефон у малого называется я уже и забыл о оператор не подсказывает кубик куб от куб от 1 куб от 2 что такое в общем обычная броня на бронированный телефон будет танк в танке если вы не знаете как наклеить защитное стекло на ваш аппарат у меня есть видео где я это делаю это достаточно быстро просто и не надо никому платить бабки ищите на канале маленький пакетик но это не значит что он фуфельный и там не интересный товар ну конечно кто-то захотите сейчас скажет да блин шняга какая-то говно купил бла-бла-бла какой-то этикетный что-то там не туда сразу прислали его хрен с ними посылка доехала это главное а здесь у нас находятся воздушные шарики просто воздушные шарики но какие они громадные если его взять даже вот так вот растягивать то представлять какого размера он может надуться и какого размера нужна глотка чтоб надувать я думаю даже маленького ребенка можно у него спрятать в такой шарик щенка чехла охваток точно пойдем надувать вот это шарики а то на день рождения люди дарят всем шарики вот это я понимаю ну шо пройдемся по гигантам здесь находится то ли одеяло то ли что-то такое надо нежнейшее открывать уже ни одну вещь испортил на распаковках прикиньте она находится в данный момент в вакуумном пакете то есть реально в нем нет воздуха ну или если есть то совсем мизер по идее если я его сейчас спарю этот пакет она как-то должно надуться я не знаю видно вам это на камеру или нет и слышно ли но она ожила и начала дышать реально раз растет размер у него то есть она увеличивается для красавчики китайца я когда заказывал это одеяло я думал что ну блин мне придет короче вот такой здоровенный тюк и как его забирать там на почте будут ругаться на меня кричать горит как ты уже сдолбал а тут нет по красоте воздух откачали одеялко закинули для сейчас час ночи а я сижу пилю видео снимаю даже не пилю снимает час ночи жесть ребята мне завтра на работу как бы поэтому скинулись по лайчинскому я не знаю как вам его показать запаха вообще никакого нет она мягчайшие просто мягчайшие здесь какой-то то ли пух то ли что что здесь это китайское шелковое одеяло взял подсказку зала короче по первым впечатлениям вообще огонек реально я не знаю конечно может быть дальше в мнении изменится но мне кажется что нет вот так если жмякать его тут такое чувство как антистресс болен класс у продавца написано что одеяло подходит для сезона весна осень в принципе он абсолютно прав и это действительно так одеяло не супер горячие не супер холодная ну что-то среднее то есть на жаркое лето наверное она не подойдет и на холодную зиму если у вас плохое отопление там сквозняки в доме я думаю тоже вам надо будет что-то приобрести другое пуф внутри лежит не совсем равномерно видны вот какие-то засветы но в целом покупкой доволен ссылочка будет в описании еще один гигантик ну здесь можно вскрывать смело здесь то точно уже не шмотка мне иногда пишут вот ты не знаешь что ты заказал ты говоришь там а что это такое да иногда так говорю но понимаете у меня идет ни одна посылка не 2 я их не отслеживаю по трек номерам я делаю отслеживание когда-то уже говорил об этом но повторюсь делаю отслеживание по трекам только в тот момент когда у меня выскакивает уведомление что заканчивается срок защиты покупателя тогда я отслеживаю посылку все остальные посылки я вскрываю и для меня это практически всегда сюрприз то есть я знаю что в какой-то из посылок у меня будет допустим чехол но в какой именно понятия не имею так пока трещал распаковал чайник automatic lock чуть здесь автоматического если это блин просто заварник это уже третий заварник из китая который я заказывал про первых два я говорил что прикольные классные хорошие но это были первые впечатления то есть я заварил чай да действительно он они нормально себя показывали в первом разбилась колба вторым перестали пользоваться потому что в нем ну как объяснить мутнее чай то есть вы его заварили и там какой-то херовенький металл и он буквально через полдня у вас становится мутный поэтому мы им не пользуемся заказали новый в комплекте больше ничего нет целая куча пенопласта на столе в комнате пылесосить я уже точно не буду и здесь находится ну вот такой заварничек по идее это french press да какой он упругий здесь тоже есть металл который будет соприкасаться но судя по цене этого чайника буду называть его чайником так удобней судя по цене этого чайника этот металл должен быть ну как минимум там пищевым или медицинским каким-нибудь и чай и надеюсь не будет свести опять же я постараюсь это все дело блях он тут что-то собирается я щас короче у ломаю ну его в баню в общем заварим в нем чайок посмотрим если в течение дня он там не помутнеет не зацветет я скажу что это годная вещь с виду он офигенный объем большущий наверное около литра может быть ошибаюсь плюс-минус сейчас гляну быстренько размер 210 миллиметров на 110 миллиметров 32 унции кто-нибудь знает сколько это в литрах я не знаю короче большой классный чайник заварник french press в этот раз заварник меня порадовал чай начал мутнеть после полутора суток это уже наверное я так понимаю естественное цветение этого чая уже в такое время его все равно пить никто не будет но после того как вы его завариваете в течение дня вы его сможете смело разбавлять водичкой наслаждаться напитком то что я не заметил на распаковке эта крышка имеет с одной стороны много прорезей выполненных для того чтобы спокойно переливать чай и если вдруг даже через сам пресс проскочит какой-то мусор вот это не допустит попадание в чашку чайником доволен на сто процентов могу рекомендовать ссылка будет в описании догадываюсь что здесь находится скорее всего сумка женская одна штука не совсем наверно сумка какой-то полу рюкзак вот есть шлейки умотаны вот это отделение на кнопки это тоже на кнопки внутри есть кармашек какая-то тесенка можно затянуть здесь у нас молния тоже карман и очень похоже на кожу это кожа блин хрен его знает в общем реально похоже на кожу ну может быть какой-то дермантины жопы дракона а может и нет карманов до хрена здесь еще какой-то маленький внутри разные он отсеки 21 побольше один поменьше здесь на замочке тут это все закрывается на а это даже не кнопки это магниты я сразу подумал кнопка это магнитики хотя наверно все таки это не кожа какая-то такая скользковатая вот такой вот рюкзачок ссылка в описании есть кто-нибудь пользователь пылесоса керхер 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 так вот я думаю многие сталкивались с очисткой фильтра если обладателями такового пылесоса являетесь то вам эта проблема будет знакома пылесос классный нареканий никаких к нему нет ну есть конечно там такие минимальные вопросы хотелось бы чтобы катушка была автоматическая смотка проводов ну и в таком духе но самая большая проблема геморрой так сказать этого пылесоса почистить фильтр туда забивается целая куча мусора пыли всякого дерьмище поэтому я пришел к выводу что надо взять второй фильтр запасной основной достали этот поставили пропылесосили основной фильтр пользуйтесь этим тот у вас лежит хранится потом забился этот вы точно также его сняли перекинули уже тот чистый пропылесосили его и продолжайте пылесосить мне кажется это такой так сказать лайфхак стоит в районе 10 долларов но это того стоит чем ковыряться зубочистками чистить всю эту фигню теперь осталось посмотреть подойдет эта хрень или не подойдет вроде размер угадал чё опять чемодан какой-то я сейчас распаковал и вспомнил что это такое в общем если вы любите делать фотосессию маленьким предметом каким-нибудь вам пригодится однозначно эта вещь то есть это разборная светящаяся такая светящийся стенд разборным для я не знаю как правильно сказать я не помню как это называется вещь есть черный фон есть белый фон разбираете внутри находится светодиодная лента вы кладете допустим вот так предмет у вас здесь купол такой собран на белом фоне вот на черном и вы фоткаете у вас получается все красиво без засветов без теней в общем вещь полезная для тех кто занимается фотографией ну или допустим продает какие товары в интернет магазинах ну и что напоследок посылок то еще тьма он лежит но на этом видео будем завершать вот это вот посылочка и пойду умываться и баньки вот это упаковка вот это упаковка но коробка все равно помялось а здесь у нас находится металл детектор если вы работаете в чопе если вы хотите найти у бабушки золотые сережки еще что-нибудь помочь деду найти его старую медаль где-нибудь в сарае то наверное эта вещь вам поможет хотя может и нет без кроны она вам точно не поможет почему нельзя сделать все чтобы было какой-нибудь 18 650 вот эти ремешки вот этот вот чехол такой дешманский говеная очень легкий сканер этот супер сканер какой-то глазок нарисован пищалка кнопка имеется отверстие он для блока питания не знаю если тут нет никакого аккумулятора что им заряжать боюсь что порвется это сейчас нет не порвалась выдержала в общем здесь шнурок вот эту кобуру вы можете повесить на пояс но реально она такой фуговененькая пахнет невкусно супер сканер есть какие-то еще даже разные режимы на хрен я это купил понятия ними просто увидел захотел купить посмотреть показать вам мне он абсолютно без надобности ну и чтобы мое название не считали кликбейтным aliexpress все-таки прислал мне хлам да я его сам приобрел не aliexpress ничего не прислал было было я знаю что вы будете писать в комментариях но по факту чисто мое субъективное мнение я бы не советовал эту вещь к покупке да она выполняет свою роль она ищет металл то есть вот металлическая она пищит здесь есть два режима один беззвучный просто сама ручка вибрирует но если вдруг вы захотите приобрести этот сканер для поиска каких-то маленьких металлических предметов то вы им просто ничего не найдете где расположен датчик в этом приборе я так и не понял но я так понимаю не по всей поверхности а где-то в каком-то конкретном месте на примере цепочки в каких-то местах пищит в каких-то нет если взять цепочку тоненькую то он ее просто вообще не обнаруживает но по факту она не такая маленькая не такая тонкая то есть просто сам по себе прибор ну полу рабочий так сказать маленькие винтики гаечки болтики он вообще не обнаруживает ну как я и сказал самом начале эта вещь подойдет наверное только для чопа как по мне так вещь бесполезная бабкины сережки вы найти с ним наверное не сможете и деду медаль тоже не факт что ты ищете но ссылка будет в описании а еще зацените вот эти два видео там тоже проходят конкурс и условия простые собираем 500 лайков разыгрываем 20 баксов но для этого напишите комментарий пока пока класс